В эфире программа ДПС на ОТС. В студии работает Ксения Корзун. Здравствуйте, смотрите сегодня. Субтитры делал DimaTorzok За минувшие выходные количество ДТП в Новосибирской области выросло. Два человека погибли и 16 оказались в больницах. Самая резонансная авария произошла на Северном обходе. Кадрами страшного столкновения УАЗа с грузовиком поделились в социальных сетях очевидцы. От одной из машин осталась только груда металла. По предварительной информации, инициатором был водитель так называемой «Буханки». Автомобиль УАЗ двигался со стороны поселка Кочунёва в сторону поселка Садовый. Автомобиль МАН двигался по встречному направлению. В результате чего автомобиль УАЗ по предварительной информации выехал на полосу встречного движения. Водитель погиб на месте до приезда машины скорой помощи. По нашим данным, погибшим оказался житель Доволенского района. Его знакомые рассказали, что у мужчины были проблемы с сердцем. Перед поездкой он плохо себя чувствовал. Сейчас следователи выясняют детали аварии. Устанавливают, по какой причине автомобилист выехал на встречку. Еще один смертельный инцидент зафиксировали в Дзержинском районе Новосибирска. Владелец Тойоты сбил пенсионерку. Авария произошла вне зоны пешеходного перехода. Женщина 1941 года рождения решила сократить путь и вышла на дорогу в неположенном месте. Автомобилист пытался экстренно затормозить, но сделать это на скользкой дороге не получилось. Пенсионерку экстренно доставили в больницу с тяжелыми травмами. Медики около часа боролись за ее жизнь, но безуспешно. Подросток оказался в больнице из-за собственной неосторожности. Юноша перебегал шестиполосную дорогу в нарушении правил. Все произошло на гусенобродском шоссе. Парень поленился идти до зебры и выскочил на проезжую часть. Водитель Тойоты не сразу заметил пешехода из-за попуток. Наезда избежать не удалось. И еще одно дорожное происшествие случилось сегодня утром. В советском районе мегаполиса столкнулись пассажирский автобус и внедорожник. Есть пострадавшие. Примерно в 7 часов 52-летний мужчина за рулем Джили ехал по Балтийской. В какой-то момент иномарка зацепила колею. Машину закрутила. Она оказалась на встречке, где протаранила пас. В момент столкновения в салоне общественного транспорта были 20 человек. Шофер получил серьезные травмы. Помощь медиков потребовалась также двум пассажиркам. 35-летней женщине и 80-летней пенсионерке. В больнице оказался и сам инициатор ДТП. Тем временем на трассе Р-256 шоферы автобусов, перевозящих детей, сами нарушают ПДД и провоцируют опасные ситуации. Один из очевидцев снял видео. Вот раздвоение и все. Они полностью перекрывают. Сзади уже колонна. До Берска собралась. Вот ее перекрыли и все. Ну а на Гусинобродском шоссе перевернулась иномарка. Водителю помогли выбраться спасатели. Владелец Тойоты потерял контроль над управлением. Машину занесло. Она съехала с дороги, врезалась в бетонный забор и оказалась на боку. Бойцы МАЗ предотвратили возгорание и вернули транспорт в исходное положение. Автомобилист от медицинской помощи отказался. Другой дорожный инцидент зафиксировали камеры наблюдения. На пересечении Тюленина и Гребенщикова столкнулись две иномарки. Светофоры работали в ночном режиме. Постоянно мигал желтый свет. Оба автомобилиста не обратили на это внимания и выскочили на перекресток на полной скорости. От удара Хонду отбросило в ограждение. 34-летнего водителя зажало в салоне. Мужчину деблокировали спасатели. Еще об одной аварии стало известно из социальных сетей. Очевидцы рассказали, что неадекватный автомобилист с белоохранникой сломал шлагбаум в жилом комплексе «Светлая роща-2». Правда, наезд камеры наблюдения не записали. Зато на кадрах видно, как водитель «Фольксвагена» ссорится с охраной, вручную поднимает шлагбаум и неспешно уезжает. Автор видео сообщил, что заявил о происшествии в ГИБДД. К другим темам. Жители села Каменка боятся выходить на улицу по вечерам. Дело в том, что в течение уже трех недель там не работает освещение. В конце октября здесь уже была смертельная авария. Легковушка сбила пешехода на темной дороге. По словам местных, администрация бездействует. Вот так вот мы идем домой. По улице Каменская. С магазином. Улица Каменская. Подсвечивая друг другу фонариками. А в завершении программы традиционная рубрика «Две беды». Это подборка столкновений, которые попали в объективы регистраторов машины и уличных камер наблюдения. Будьте внимательны на дороге и учитесь на чужих ошибках, чтобы не совершать свои. АПЛОДИСМЕНТЫ И на этом пока все. Если вы стали очевидцем аварии или нарушения, присылайте видеозаписи на наш редакционный WhatsApp. Номер 8-983-510-2005. Подписывайтесь и на наш канал в телеграмме «Экстренный НСК». А в студии работала Ксения Корзун. Соблюдайте ПДД и берегите себя. До встречи в эфире ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok